Видео про селедку, будет там топ-5 Какие у тебя источники дохода? У тебя всегда должна быть рука на пульсе Как изменилась твоя жизнь, когда ты ушла из найма в свои проекты? Вопрос-то и в том, когда его бросить Ты сам не можешь себя заставить, мы тебя заставим Что тебе приносит YouTube? Волну неприятных комментариев У нас сегодня в гостях Элина Дели Я слежу за ее каналом довольно давно Наверное, первые видосы, которые я у тебя, Элина, увидел Это было что-то про карьеру Ожидаемо И что-то точно про Скандинавию, про Швецию Это было, наверное, года 2-3 назад Тогда еще запомнил Что-то такое прикольное И потом потихоньку следил Там темы, которые для себя вылавливал в плане саморазвития В плане карьеры Я ролики смотрел Вот сегодня мы с тобой вживую говорим Я перед интервью посмотрел, что у тебя недавно был юбилей 5 лет со дня загрузки первого видоса Это было 5 августа Вот можешь рассказать, с какими ожиданиями Ты тогда приходила на YouTube 5 лет назад? И вот что по истечении этих 5 лет Поняла про YouTube, про свой контент, может быть? 5 лет назад я не хотела идти на YouTube Потому что я думала, что это будет занимать очень много времени И что это просто будет моей второй работой И, в принципе, ожидания оправдались Они стали реальностью И так, в принципе, и получилось Времени это, оказывается, заняло даже больше, чем я думала Но у меня сразу были всегда, на самом деле, амбиции Насчет ведения YouTube-канала И насчет того, чтобы иметь свой личный бренд онлайн Где-то на какой-то такой блог-платформе И я, в принципе, пришла на YouTube с двумя целями Первое — это делиться своим опытом Потому что я уже на тот момент жила много лет в разных странах И хотела об этом рассказывать И второе — это монетизировать свой контент Потому что до этого я много лет занималась блогингом И онлайн-паблишингом в разных форматах И это не приносило мне вообще никакого дохода Я не понимала, как подступиться к деньгам Поэтому я выбрала YouTube как платформу Для того, чтобы уже серьезно начать на этом зарабатывать деньги Можешь оценить, что вот за пять лет То, что ты ожидала, так примерно и произошло Либо это все-таки произошло как-то совсем по-другому Я могу сказать, что, наверное, у меня не такой быстрый рост Как у многих за такой же срок ведения канала Но, с другой стороны, у меня никогда изначально не было представления о том Что такое нормальный рост в плане роста аудитории И та аудитория, которая есть у меня сейчас Конечно, я очень хочу ее расширять Но я также понимаю, что мне важно, чтобы качество аудитории было очень таким тонким, хорошим И поэтому, возможно, так как у меня контент довольно-таки интеллектуальный и образовательный Не каждая аудитория готова его смотреть И поэтому, наверное, рост немножко медленнее Это моя такая гипотеза Но в целом могу сказать, что, наверное, это единственная вещь, которая вот такая немножко нестабильная Рост аудитории Не знаю, насколько вообще можно себя здесь сравнивать с кем-то Ну да, мне кажется, знаешь, то, что мы видим периодически Такие истории успеха, которые возникают откуда ни возьмись На самом деле, там часто бывает, что ребята долгое время занимались каналом И просто этого никто не видел То есть, знаешь, это такая немножко обман мозга То есть ты увидел человека только когда он стал популярным И, соответственно, тебе кажется, что он с этой точки и вот так это все быстро-быстро развилось Есть еще примеры, вот как Вова Романченко, который тоже у нас в чате ютуберов есть Он взлетел в начале 2020-го И все такие сказали, о, ничего себе, появился какой-то парень Кстати, тоже из Скандинавии Там, по-моему, в Швеции И как он быстро набрал В Дании, да Стал снимать там, как типа Мэтт Диавелла И очень быстро взлетел А потом оказалось, что он лет 5 или 6 до этого снимал канал очень плотно про устройство Apple Типа такой тег-блог у него был На котором он обкатал и сценарий, и монтаж, и подачу, и все остальное Поэтому, знаешь, тут говорить о быстром взлете Мне кажется, 99% это на самом деле не быстрый взлет Ну да По поводу вот количества просмотров против качества аудитории Как ты сама эту тему начала Вот как тебе самой не обидно, когда, например, какие твои видосы, которые тебе кажутся, они там очень крутые и полезные Они набирают меньше, чем там у ребят, условно, которые делают пранки или челленджи И сразу набирают очень много Вот как ты к этому относишься? Ну, конечно, обидно иногда, если какой-то суперумный контент не набирает столько, сколько хотелось бы С другой стороны, я понимаю, что его в таком случае точно посмотрели адекватные, ну, адекватные, наверное, не очень хорошее слово Его точно посмотрели те люди, которым он пригодится и которым он будет полезен Поэтому здесь, не знаю, иногда, конечно, я делаю такие видео на более широкую сему, для более широкой аудитории Я думаю, здесь баланс, это, в принципе, ключевой такой момент, которого нужно всегда придерживаться Ну, вот, я видел, что у тебя хайповые, ну, видосы, которые у тебя больше всего набрали Это топ профессии, топ вопросов на собеседовании, тур по офигенному общежитию, тоже такое И, ну, это подается через, тоже через хайп, типа, вот, а-ля, посмотри, может ли быть такое общежитие Там, наверное, все сравнивают с российскими, условно, общежитиями Платье за час, это волшебная таблетка, я прям выписал себе эти хайповые темы Сейчас ты стараешься использовать эти темы Как у тебя происходит процесс производства ролика, вот, начиная от идеи То есть, что у тебя в начале стоит? Ты такая думаешь, о, прикольно было бы на эту тему снять Которую тебе, там, сама эта тема в голову пришла Либо ты что-то анализируешь и думаешь, о, вот это точно зайдет И надо как-то это прикрутить к моим темам Я, на самом деле, всегда начинаю продумывать видео с его названия И сразу проверяю, какие есть подобные видео на такие же темы, как они названы Насколько они хорошо зашли или не зашли Я думаю, важно проверять не только работающие варианты, но и не работающие И, в принципе, опять же, вот вообще баланс, на самом деле, мое реально любимое слово Потому что я верю, что даже видео на такую, возможно, не самую очевидно популярную тему Оно может набрать просмотра Например, у меня есть видео про шведскую селедку Сюрстреминг Ее особенность заключается в том, что она очень сильно пахнет И вторая особенность в том, что никто, кроме самих шведов, не знает, как ее правильно есть И когда иностранцы просто открывают эту консервную банку и едят, и умирают от этого запаха Это происходит просто потому, что они не умеют ее есть Ее нельзя есть вот так вот И я показала в одном из видео, как ее правильно нужно есть И это видео набрало там тоже очень много просмотров И я бы никогда вообще в жизни не могла подумать, что на моем канале про карьеру и образование И жизнь в разных странах видео про селедку будет там топ-5 То есть тогда у меня был мотив сделать что-то полезное, информативное Показать вот так правильно нужно есть эту рыбу Оказалось, что, в общем-то, люди пришли на само название Сюрстреминга И, не знаю, мне кажется, тут немножко такая русская рулетка Иногда нужно и стратегию подключать, и там SEO, и делать ресерч по кейвордам И вообще смотреть, что сейчас в тренде в рамках твоей темы Но, с другой стороны, если иногда давать такую словину И уходить на вообще другие веселые нейтральные темы То это тоже может привести аудиторию Можешь рассказать, как ты проверяешь название? Ну, может быть, на каком-то примере из свежих видосов Вот пришло тебе в голову какое-то название, и ты начинаешь его гуглить И потом, короче, какой финальный продукт в названии ты хочешь получить? Смотри, название я могу... Начнем с того, что я могу менять название, да, в течение жизненного цикла видео на YouTube Я думаю, что многие блогеры так делают, возможно, ты тоже То есть, если я вижу, что название зашло, то я его меняю И поэтому изначально на стадии ресерча я проверяю несколько таких ключевых названий Чтобы у меня сразу был бэкап-план, если первое название не зайдет Но иногда, если это какое-то видео из серии популярные профессии То можно даже прямо скопировать практически дословно название Как у другого похожего видео, которое набрало просмотры Иногда я выделяю какое-то одно слово, то есть в статичное название добавляю слово, например, полезно То есть там не просто 8 привычек для этой осени, а 8 полезных привычек для этой осени И сначала, да, такие смотрю базовые хуки ключевые, за которые можно людей зацепить А потом я также проверяю ключевые какие-то слова Это либо в Google AdWords, да, так называемом Либо в том же Яндексе Wordstat, я просто смотрю, какие запросы были в течение последнего месяца по определенной теме Ну и в целом для меня также важно, чтобы визуальное название смотрелось хорошо То есть чтобы было по минимуму длинных слов И чтобы название влезало вот в этот вот превью, да, когда тебе рекомендуют видео соседние на YouTube Я стараюсь смотреть, чтобы, в общем-то, название полностью помещалось вот в это превью Насколько ты ориентируешься, допустим, на поисковый трафик и на трафик из рекомендованных? Ну и какое у тебя сейчас соотношение на канале между этими двумя источниками? Слушай, хороший вопрос, сейчас подожди, я пытаюсь вспомнить за рекомендованных Ну, мне кажется, у меня примерно одинаково трафик по поисковым словам и по рекомендованным Возможно, иногда даже поисковые слова больше помогают мне сделать мои видео заметными Опять же, это очень сильно зависит от темы То есть такая тема широкая, например, интервью, да, собеседование на работу Все кейворды, которые у меня стоят под этим видео, они прямо очень хорошо помогают мне приводить людей на этот ролик В то же время, если это видео более такой лайфстайл, то там, скорее всего, приведут именно рекомендации человека на мой канал Знаешь, вот в этом и очень интересно, на самом деле, быть на YouTube Потому что ты, во-первых, всегда должен здесь такую цепочку логическую выстраивать и искать правильный рецепт А во-вторых, из-за того, что YouTube постоянно что-то меняет, ты на самом деле, у тебя всегда должна быть рука на пульсе Ты всегда должен быть, знаешь, на чеку и вовремя что-то где-то, может быть, подправить, подкорректировать, добавить И, в общем-то, мне, ну, с одной стороны, интересно в таком режиме жить С другой стороны, да, хочется чуть-чуть уже, знаешь, снять этот уровень стресса и найти какой-то оптимальный рецепт Ну, такого не бывает, к сожалению У тебя, наверное, тоже такие периоды бывают, когда ты перегораешь и, не знаю, может быть, у тебя такого не бывает Там, когда ты хочешь бросить канал Я вот с кем не общался, из ребят, которые YouTube делают, все периодически так к этой мысли приходят Блин, потому что ты, ну, постоянно должен постоянно генерить контент То есть, наверное, тут единственная возможность сделать какую-то паузу Это сразу снять там, условно, 5-10 видосов и потом их выгружать в течение месяца, полутора Но, мне кажется, не у всех это получается, не знаю, ты как думаешь? Слушай, ну, насчет того, чтобы бросить YouTube, это вообще, скажем так, вопрос стоит не в том, бросит ли YouTube Вопрос стоит в том, когда его бросить Потому что я думаю, что рано или поздно, ну, мы все, скорее всего, уйдем с этой платформы Или что-то изменится Ну, то есть, я, например, смотрю постоянно интервью каких-нибудь блогеров Которые там уже 10 лет на YouTube или которые, ну, 8 лет на YouTube И они в итоге уходят и занимаются там какой-то другой деятельностью И я тоже прекрасно понимаю, что, скорее всего, я буду здесь не всегда И у меня регулярно наплывают какие-то такие настроения Особенно, я должна сказать, вот это желание уйти с YouTube Оно возникало до того момента, как я стала воспринимать YouTube прямо как фулл-тайм работу До того, как я ушла из офиса У меня вот были постоянно вот эти вот качели эмоциональные И я, кстати, даже в прошлом году весной и летом прямо думала, что все, это конец Я ухожу, я не снимала где-то 2 или 3 месяца, не снимала видео Но потом я просто поняла, что для меня здесь есть очень много перспектив В том числе и в карьерном росте, и в профессиональном росте И что я стала по-другому воспринимать всю эту YouTube деятельность И да, на первый взгляд это может казаться инфантильным То, что мы там ушли из корпоративного мира И снимаем видосики на камеру И вот у нас такая вот веселая жизнь И мы просто развлекаемся целыми днями На самом деле, ведь эта деятельность, она подразумевает огромное количество операционных задач Которые во многом, я лично которым научилась, в том числе и на корпоративной работе Теперь я внедряю это в свое дело, в свой бизнес, в свой YouTube канал И для меня сейчас вопрос выгорания не стоит в таком ключе Что приведет ли это к тому, что я уйду с YouTube в какой-то момент, в ближайшее время В течение ближайших 5 лет Я просто для себя еще поняла, что мне надо контролировать то, как я отношусь к своей работе К своей деятельности, чтобы вот этого выгорания больше не было Я, кстати, даже делала огромное интервью тоже на своем канале с девушкой Которая выгорела и уже год сидит дома и восстанавливается после 3-4 интенсивных лет в офисе И когда я с ней разговаривала, это просто мне дало понять, насколько важно себя оценить И свое тело ставить в приоритеты, свой организм Потому что неважно, работаешь ты на YouTube или ты, не знаю, в офисе работаешь или вообще с садовником Просто вот этот баланс между работой и жизнью надо всегда соблюдать Честно говоря, Макс, сори, я могу бесконечно еще на эту тему поговорить Ты можешь меня вернуть немножко на какой еще был у тебя вопрос, кроме выгорания? Да нет, ты на самом деле как раз отвечаешь на этот вопрос То есть по поводу выгораний, по поводу твоих мыслей на эту тему То есть насколько ты... Да, вот тогда я добавлю еще, что когда я начала серьезно относиться к своему каналу И вот сейчас, например, да, вот эти 8 месяцев я уже только занимаюсь там своим личным брендом Алина Дейли Потом расскажу, что я под этим подразумеваю Но я просто, во-первых, стала четко ограничивать там количество времени Когда и как я работаю Что я делаю помимо своих задач вот этих рабочих и деловых Как я вообще провожу время, с кем я общаюсь Потому что я заметила в какой-то момент очень легко вот в этот водоворот событий окунуться Когда ты только крутишься вокруг работы в своей жизни То есть ты даже общаешься только с людьми, которые тебе как-то могут поспособствовать в твоей рабочей деятельности И я в один момент поняла, что, ну там, встреча с какими-нибудь партнерами Или потенциальным человеком, с кем ты можешь коллаборацию сделать Это не то же самое, что встреча с друзьями или какой-нибудь там отдых Это все равно ты должен постоянно голову держать вот в таком режиме, когда ты думаешь, да И да, я просто, в общем, начала разграничивать очень четко то, где, как, что я делаю и когда Слушай, а что ты думаешь про slow living? Это такая популярная сейчас тема И мне кажется, все больше людей про нее задумывается Про то, что, ну типа, окей, я могу добиться каких-то больших высот в одной сфере Но я думаю, что большинство людей сталкиваются с тем, что остальные сферы начинают проседать Когда ты одну сферу форсируешь И потом, как ты абсолютно правильно сказал и согласен По поводу своего тела и организма, когда ты перестаешь его слушать Он такой начинает брыкаться, как лошадь и начинает тебя сбрасывать Вот, а как ты думаешь, вот slow living это то, в чем можно постоянно жить? Либо, может быть, это такое, ну знаешь, чередование, допустим, какой-то более активный Там активный период жизни, который должен или может сменяться Таким более медленным периодом жизни Слушай, я думаю, надо вообще здесь сразу сказать, что я сама лично подразумеваю под slow living И это может не соотноситься с тем, что, например, написано в Википедии Но для меня slow living, вот эта медленная жизнь, это не когда ты в буквальном смысле медленно что-либо делаешь А когда ты думаешь головой, когда ты что-либо делаешь И вместо того, чтобы делать много или работать много, ты работаешь головой качественно И очень четко структурируешь все свои задачи, структурируешь свое свободное время И вообще рабочее время в том числе И я, например, верю в то, что можно, так сказать, жить медленно Но при этом вообще к многому прийти и многое успевать И для меня эта концепция вообще означает такой просто очень адекватный подход, наверное, к своей жизни И к тому, как расставлять приоритеты в своей жизни Поэтому я, конечно, верю в то, что можно использовать эту концепцию Тут еще есть такая вещь, что вот я постоянно говорю про work-life balance И вот slow living и work-life balance это две вещи, которые, в принципе, граничат друг с другом Но, наверное, с low living здесь можно больше все-таки тему расширить Потому что его, вот опять же, если к Википедии обратишься Там написано, что slow living во многом трактуется и как отдых То есть когда ты отдыхаешь, как ты отдыхаешь Там даже есть всякие слова, типа slow travel, slow, я не знаю, entertainment, slow movies и так далее То есть даже когда ты смотришь фильмы, не какие-нибудь триллеры жесткие А условного вудиалина, который тебя, как сказать, настраивает на какое-то там расслабленное романтичное настроение Slow living, он как бы очень такая многосторонняя тема, многогранная и многогранная Но она имеет право на существование абсолютно вместе с продуктивной работой Ты ушла с корпоративной работы, ты про это рассказывал в своих роликах Вот как изменилась твоя жизнь, когда ты ушла из найма, в свои проекты Насколько это сложно было и были ли у тебя какие-то сильные страхи на тему неопределенности, которая предстоит Либо у тебя это так smooth и так плавно, гладко прошло Чтобы сделать этот переход, я, конечно, себе поселила соломку, я готовилась То есть это не было сиюминутным решением, у меня был четкий план Ну и просто даже начнем с того, что я по контракту не могла уволиться там сразу Да, мне нужно было за три месяца сообщить работодателю, что я приняла решение уйти Чтобы они успели там замену мне найти и так далее И я до этого несколько лет работала на фрилансе И в принципе мое желание изначально выйти в офис, оно было обусловлено даже не столько идеями О профессиональных каких-то достижениях новых, сколько идеями о социализации, о таком внутреннем развитии И мне хотелось просто быть больше среди людей Но у меня был там еще, понятно, ряд других каких-то целей Почему я хотела уйти в офис, ну там, например, тот же нетворк, расширить количество связей, увеличить Но в какой-то момент я просто поняла, что я получила все, что я хотела от работы И мне очень нравилась компания, в которой я работаю Я до сих пор в прекрасных отношениях вообще со всеми моими бывшими коллегами Но я просто поняла, что мне ближе вот этот режим жизни, когда я работаю сама на себя и сама по себе И когда я ни от кого не завишу, когда я могу график свой подстраивать так, как мне удобно И передвигаться по миру И в принципе, мне кажется, что то, что сегодня происходит в мире, когда все люди вынуждены работать из дома Ну я имею в виду корпоративный мир, офисный мир Когда многие вынуждены работать самостоятельно Мне очень интересно наблюдать за тем, как вот этот шифт в головах людей происходит Потому что еще несколько лет назад многие были настолько сильными адептами офисной жизни И говорили, что да я ни за что в жизни не смогу сам себя заставить работать из дома А мир нам сейчас доказывает, что ну в принципе возможно все И просто если ты сам не можешь себя заставить, мы тебя заставим Я очень рада, что я сама через это прошла раньше Мне сейчас не приходится находиться в стрессовой ситуации из-за того, что вот такая вещь произошла И в принципе, я думаю, что все, кто работает из дома Они могут примерно немножко представить, как это, когда ты вообще на себя сам работаешь Конечно, большое здесь отличие еще и в том, что ты несешь ответственность за свои финансы За то, чтобы обеспечить там работу людей, которые с тобой работают Но это уже тоже такие другие детали Это, наверное, больше про предпринимательство даже, чем про там самозанятость Но в целом вот я как-то очень адекватно и, как сказать, объективно подошла к вот этому вопросу ухода из корпоративного мира Перехода к работе на себя И скажу, что пока что все так, как задумывалось Можешь рассказать, какие у тебя источники дохода? То есть, если ты начала заниматься фрилансом еще когда работала по найму Соответственно, ты вот готовила эту соломку Что сейчас, что тебе приносит YouTube, что тебе, может быть, приносит Instagram И, может быть, там, без конкретных цифр или, можно сказать, конкретные цифры Но проранжировать, то есть, какой тебе источник приносит больше Ну, скажу сразу, что фрилансом я больше вообще не занимаюсь Это важно тоже здесь отметить, потому что многие думают, что там YouTube и фриланс это одно и то же Но нет, фриланс для меня это когда я какую-то вообще другую задачу выполняю для другого клиента Все, что я выполняю там даже для своих рекламных клиентов в рамках YouTube Это все-таки вот мой YouTube, мой личный бренд И что я сейчас имею? Первое, это реклама от сотрудничеств с разными компаниями, с разными брендами Второе, это реклама с AdSense от YouTube Третье, это Patreon И заработок, который оттуда приходит Четвертое, это периодически я выпускаю различные онлайн-лекции, онлайн-продукты И, соответственно, тоже с этого получаю заработок Instagram я сейчас не использую как рекламную платформу Я делаю это намеренно, потому что мне там сейчас хочется больше строить глубокие такие отношения с ребятами, которые за мной следят Потому что в Instagram в основном вся аудитория, которая за мной следит, это мои YouTube подписчики Ну, ладно, наверное, не буду так тоже генерализировать Как сказать? Generalize I'm not going to generalize it Но, в общем, в Instagram Генерализировать Да, генерализировать В Instagram пока Я продавала там тоже рекламу какое-то время Поняла, что мне не хочется сейчас это делать И, в общем, Instagram у меня такая более уютная домашняя платформа То есть, вот, если я правильно услышал, то прямая реклама, спонсорство на YouTube Это такой один из основных источников дохода, который тебе больше всего приносит Ну, я бы сказала, что, слушай, сложно От месяца к месяцу, знаешь, сложно сказать Потому что всегда разное количество сотрудничеств с рекламодателями И я могу сказать, что точно Patreon очень сильный для меня источник дохода сейчас Ну, не то, что очень сильный, но он, как ни странно, наверное, один из самых стабильных Да, сотрудничество с брендами, они, конечно, есть контракты, которые у меня длятся Ну, у меня есть долгосрочный контракт, например, с одним из брендов И это, конечно, меня очень подстраховывает И дает мне возможность немножко так свободнее действовать, да В течение, там, ближайших месяцев Потому что я знаю, что точно будет там доход Но, в целом, знаешь, тоже в этом одна из фишек YouTube И работы вообще вот в социальных сетях в том, что ты никогда не знаешь Сколько ты реально заработаешь в этот месяц Но я должна сказать, что я всегда ставлю себе цели финансовые У меня есть там расписанные цели на год И цели по месяцам у меня есть Сколько, когда я чего хотела бы заработать И это мне очень сильно помогает вообще трекить свои доходы А чтобы получить долгосрочный контракт с одним рекламодателем Для этого ты сначала делала однократные интеграции И им понравилось, они потом предложили тебе Или как это работает? Так и было, действительно, я несколько лет работала с этой компанией И потом просто нам надоело постоянно заключать новые контракты Каждый раз им договорились, что мы будем работать на постоянной основе Если говорить вот про твой личный бренд Как ты его можешь охарактеризовать? Вот Лина Дейли и дальше Тире, что дальше? Так, сейчас, меня всегда ставит в тупик этот вопрос, честно говоря Кстати, об этом говорила с Гришем Мастридером Он посоветовал сделать такую фишку Составить описание себя или своего продукта из 10 слов Чтобы вот эту формулировку четко всегда предоставлять всем брендам, с которыми ты работаешь Я думаю, сегодня я человек, который расширяет внутренние границы разных людей И расширяет сознание разных людей И я даю людям понять, что в жизни можно делать по-другому И жить можно по-другому И что не обязательно следовать какому-то шаблонному поведению Или шаблонному паттерну поведению Чтобы жить интересно и чтобы жить в удовольствие и в радость Вот так Звучит, как будто ты наркотик Который расширяет сознание При этом ты ничего не сказала про карьеру и работу Ну, такие твои основные фишки, да Мне кажется, за счет которых твой канал больше всего люди знают И мне кажется, как раз это, ну, такая основная причина Почему с тобой хотят работать рекламодатели И почему у тебя сильный личный бренд Именно из-за того, что у тебя такие прикладные знания Как карьера и развитие карьеры вписываются в твой личный бренд? Или они там, ну, не должны там быть? Они сто процентов должны там быть На самом деле, когда вот меня спрашивают, Элина, о чем твой канал? Я говорю, это канал о карьере, образовании и жизни за рубежом Даже не просто жизни, а вот лайфстайл, да В стиле жизни Но смотри, я просто верю в то, что вообще все начинается с твоего восприятия мира И какие ты видишь для себя возможности И как ты ими пользуешься Потому что, в принципе, наши с тобой реальности, да Вот в странах, в которых мы с тобой живем Возможности примерно у всех одинаковые Учитывая тот уровень жизни, в котором мы существуем И поэтому здесь карьера, это, ну, тоже как бы один из маст, наверное, таких хэллов Когда ты просто, ну, у тебя по умолчанию есть какая-то карьера Неважно как бы в чем То есть это, наверное, не какой-то такой очень жесткий фактор О котором я там на правом и левом углу всем рассказываю Что вот мой личный бренд, это вот я про карьеру всем рассказываю На самом деле, я просто понимаю, что из-за того, что у меня настолько много разных самых тем на канале Ну, мне очень сложно всегда сформулировать это в какой-то один общий пакет упаковать Потому что, ну, кроме карьеры идет и образование Они как бы рука об руку идут А тут еще и вообще твой образ жизни Это тоже напрямую зависит от того, где ты работаешь Или там, где ты учился, или как ты учился Поэтому вот спасибо, кстати, что ты опять мне задал этот вопрос Потому что я каждый раз заставляю себя в голове перестраивать свое собственное понимание того Как я себя называю и чем я занимаюсь Вот именно благодаря тому, что я проговариваю вслух вот эти все вещи Мне кажется, значит, это к вопросу вот о том, какой контент Мы же все создаем контент Какой контент, в каком количестве, в какой пропорции мы создаем То есть, насколько я вижу, там, большие успешные каналы Всегда есть одна-две темы такие фокусные, основные По которым эти каналы знают и по которым, ну, с которыми их ассоциируют А дальше автор канала добавляет еще какие-то темы уже там про жизнь, про себя Какие-то свои хобби и так далее, интересы Но эти темы уже, ну, как бы, они дополняют условно личный вариант То есть, мне кажется, как раз, вот, если меня спросить, про что ты Я бы сказал, да, про карьеру и образование, сто процентов И мне кажется, это, наверное, даже правильно, ну, чтобы люди это держали в голове При том, что у тебя там куча тем, на которые ты хочешь и периодически говоришь Мне кажется, прикольно, чтобы такая более четкая ассоциация, наверное, в голове возникала у человека, который слышит твое имя Да, я с тобой согласна, на самом деле, спасибо за обратную связь И для меня это тоже всегда был такой, ну, сложный вопрос, на самом деле, как вот себя позиционировать И я, наверное, только в последний где-то год-полтора поняла, что именно тема карьеры и образования Это такие мои, USP И я очень люблю рассказывать там, вот, опять же, возвращаясь к теме, там, селедки какой-то интересной культурной жизни Или там, как сшить платье Но, в конечном счете, я понимаю, что все-таки сейчас я уже не настолько флексибельна в выборе тем для канала Потому что, несмотря на то, что есть люди, которые пишут, что, да, Алина, я там посмотрела видео, как сшить платье А потом зашла на твой канал, увидела вообще кто ты и что ты и решила подписаться Такие люди есть, но все-таки, наверное, сейчас я пока не готова идти на такой риск, чтобы, ну, таким образом привлекать к себе внимание Хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Возможно, это одна из тактик, к которым стоило бы, вообще-то, прибегнуть Ты стал говорить, что Инстаграм у тебя сейчас не для рекламы То есть, ты не продаешь рекламу и строишь отношения со своей аудиторией Вот, как ты разделяешь Ютуб и Инстаграм? То есть, с Ютубом мы примерно разобрались, для чего он тебе, для чего тебе Инстаграм? В Инстаграме мне нравится делиться какими-то более, наверное, глубокими мыслями Это не означает, что на Ютубе у меня поверхностный контент Но просто в Инстаграме я могу больше времени потратить на то, чтобы сформулировать какой-то текст на таком более солидном уровне И плюс мне просто нравится делиться сториз, про какую-то повседневную жизнь рассказывать И также, например, из-за того, что я часто перемещаюсь, я не всегда успеваю вовремя об этом сообщать своим зрителям на Ютубе Но для этого у меня как раз есть Инстаграм, чтобы ребята более оперативно узнавали о том, где я Ну, вообще для меня Инстаграм это такая игра, потому что ты как бы подстегиваешь интерес у зрителя И зритель чувствует себя частью твоей жизни, и это такое реалити Ютуб все-таки более фильтрован для меня То есть, Ютуб для меня это платформа, где я больше фильтрую контент И в Инстаграме я, например, могу более открыто какие-то резкие вещи иногда сказать Ну, резкие в плане... Я просто знаю, что на Ютубе, если я скажу что-то очень, как это, controversial То это может вызвать волну неприятных комментариев от людей, которые меня даже, в принципе, не смотрят Они просто попали на мой канал и вот решили какой-то негатив кинуть А в Инстаграме люди следят за мной, те, которые чуть-чуть лучше обо мне знают И они, в принципе, более готовы слышать мою разную позицию по разным вопросам Поэтому в Инстаграме я более открыто какие-то позиции такие острые свои выражаю Но это сейчас, кстати, не касается темы, я не знаю, политики, религии или чего-то такого Это все равно все в рамках тех тем, о которых я говорю у себя на Ютубе Но вот на более таком серьезном уровне, наверное Кстати, интересно по поводу того, о чем говорить и не говорить в Инстаграме Если подписан на тебя в Инсте и, например, ты не показываешь свою личную жизнь Хотя многие блогеры на этом, даже которые не являются лайстайл-блогерами Которые даже говорят про бизнес или про блогинг Показывают это и за счет этого они создают очень большую волну эмоций дополнительных и вовлечений и так далее Ты этого не делаешь, потому что ты как бы не хочешь То есть ты разделяешь резко те темы, про которые ты говоришь и не говоришь Либо не считаешь нужным, либо еще какие-то Я точно разделяю очень сильно Это тоже такой момент для меня, работа versus личная жизнь Потому что, например, когда я работала в офисе, я же своим коллегам не рассказывала направо и налево про какие-то свои личные дела И здесь для меня, в принципе, это то же самое Ну и плюс я все равно думаю, что мне хочется иметь какой-то свой безопасный островок Про который никто ничего не знает и где я могу быть сама собой И в целом вообще личная жизнь это же тоже такая тема Когда у тебя появляется медийность, то и внутри этой личной жизни тоже какие-то разные преображения могут происходить Потому что не в зависимости от того, с кем и как ты общаешься То есть какого рода общение у тебя с человеком Не важно, это там близкий человек, это друг или это какие-то романтические отношения или профессиональные отношения Когда у тебя появляется медийность, то ты более серьезно начинаешь фильтровать людей, с которыми ты общаешься за пределами своей работы И для меня вот то, что я не публикую никакую информацию об очень близких людях моих, с кем я общаюсь Это мне дает такую возможность чуть-чуть обезопасить и их, и себя И, кстати, очень важно добавить, что я часто не публикую каких-либо людей в своей жизни Не только потому, что я этого не хочу, но и потому, что они этого не хотят И я уважаю их вот эту прайвеси И мне очень важно, чтобы человек, который вообще, например, никак в социальных сетях не задействован Не публикует ничего, его даже нет там в Инстаграме Я не хочу его туда затягивать Просто потому, что я там получаю деньги от рекламодателей за то, чтобы видео какое-то снять на Ютубе То есть здесь все-таки мне важно вот такую четкую грань ставить Между тем, опять же, что и зачем, и как я делаю, и с кем я это делаю Какие еще, на твой взгляд, перспективные площадки, кроме Ютуба и Инстаграма, в которые ты, например, планируешь идти или уже, может быть, ты там что-то делаешь? Поделись, пожалуйста Я скажу не совсем про площадку, но я очень верю в email-маркетинг и вообще во всякие subscription services И под subscription service я имею в виду не только там условно beauty box'ы какие-то, а это же может быть и online subscription service То есть ты когда-то получаешь единицу digital content за определенную сумму То есть в этом смысле, например, модель патреона или вообще все подобные модели мне очень близки, это то, почему я сама стала этим заниматься И я также верю в то, что, как ни крути, email это, наверное, одна из самых личных вещей, которые мы можем знать про других людей И если ты знаешь email, если ты знаешь, как прямым образом связаться с человеком, то у тебя в руках, в общем-то, довольно-таки серьезный инструмент Которым, если ты умеешь грамотно пользоваться, ты можешь какие-то интересные вещи делать в плане своего даже профессионального развития и развития своего бизнеса А про другие платформы, слушай, могу еще сказать про формат подкастов В какой-то момент они такой бум огромный сделали Я сейчас сама немножко устала их слушать, но я просто потому, что когда, наверное, я не знаю, можешь ли ты к этому как-то relate или нет Но когда ты начинаешь делать подкасты, ты вообще перестаешь слушать чужие подкасты Потому что ты так устаешь слушать свой голос, что больше уже не хочешь никого другого слушать Но я все равно верю, я постоянно читаю какие-то ресерчи про то, как влияет аудио, информация, полученная через аудио на человека И я могу сказать, что, например, подкаст, который я вела два года подряд с подругой, он очень сильно тоже помог мне укрепить отношения с моей аудиторией Потому что вот там, кстати, как раз я более открыто и про какие-то личные вещи рассказывала И я верю вот в этот формат и в этот медиум, потому что думаю, что лояльный слушатель может стать твоим постоянным подписчиком, зрителем, клиентом, покупателем, возможно Но и если говорить про соцсети, конечно, да Наверное, я должна была бы сказать что-то про TikTok, потому что он сейчас на волне популярности Но мне нечего сказать, потому что я им сама не пользуюсь, и я пока не планирую туда заходить Просто потому что у меня нет ресурсов для этого То есть я не резиновая, не могу быть везде и сразу Я сейчас очень четко зафиксировала те платформы, где я хочу быть, и те форматы, в которых я хочу работать И хочу немножко выстраивать глубже свое существование именно там Можешь дать три совета человеку, который сейчас с нуля хочет развивать свой личный бренд Может быть это делать на YouTube или в Instagram, вот с твоим опытом и пониманием в контенте, в личном брейнинге и в соцсетях Три совета, которые бы ты могла дать человеку, который сейчас хочет начать Первое, определить цель, зачем ты это делаешь То есть ты условно хочешь повысить свою узнаваемость, либо ты хочешь на этом в теории зарабатывать Здесь также важно иметь в виду вообще, какой деятельностью ты занимаешься Потому что если ты, например, врач, как пластический хирург И если ты агроном, который выращивает какой-то специальный сорт помидоров То у вас будет немножко разная стратегия Именно поэтому номер один, это вообще формирование цели Зачем тебе это нужно и что ты хочешь получить на исходе Точка А, точка Б и так далее В общем, такую декомпозицию тоже не помешало бы сделать Второе, это уже выбрать конкретную платформу И понять, какие следующие шаги То есть я бы прям расписала Там 5-10 шагов, которые ты сделаешь для того, чтобы прийти к какому-то первому результату И под первым результатом я подразумеваю какую-то ступень той самой цели, которую ты сформулировал на первом этапе И третье, это просто начать делать То есть не ждать, не вдохновляться другими людьми, не смотреть, а как там правильно нужно делать Просто вот возьми, сними или фотографию сделай, или напиши текст Потому что у меня вообще такое есть правило Я абсолютно не перфекционист, и я лучше сделаю хоть как-то, но я сделаю Чем я буду сидеть полгода, думать, рассчитывать, строить гипотезы и так далее И я вообще очень верю в концепцию протестировал и проанализировал Когда ты просто вот фигачишь, шуруешь Шуруешь, я люблю очень это слово Вот, поэтому для меня вот, да, цель, план, действие Топ-3 совета Круто, спасибо большое Ребят, подписывайтесь на Элину Ссылочку мы положим на ее канал в описании Подписывайтесь на этот канал, Максим Чернов Элин, спасибо большое, было очень интересно с тобой поболтать Спасибо, взаимно, пока Субтитры сделал DimaTorzok